Пять мифов об Азербайджане Миф второй. Мирная жизнь армян в Азербайджанской ССР Довольно часто звучит тезис о том, что азербайджанцы и армяне жили мирно в мультикультурной Азербайджанской ССР, а притеснений со стороны первых не существовало. Армяне якобы сами виноваты в том, что встали на путь независимости, разрушив гармонию сосуществования народов. Но если обратить внимание на политику, которая велась по отношению к армянам со стороны властей Азербайджанской ССР и на влияние этой политики на антиармянские настроения в обществе, то вырисовывается совсем другая картина. Стоит уточнить, что ближе к распаду Советского Союза армяне проживали не только на территории Арцаха, но и в таких крупных городах, как Баку, Сумгаид и Генджа, бывший Кировабад. Армянофобия проникала в общество постепенно, чему способствовали вышестоящие советские партийные деятели в Баку, перед которыми стояла определенная задача – создать условия для оспаривания законности принадлежности армянам Арцаха. Последствием антиармянской пропаганды стали жесточайшие преступления, совершенные по отношению к армянам на почве ненависти. Один из таких случаев вызвал большой резонанс. В сентябре 1966 года была арестована группа этнических азербайджанцев во главе с Аршадом Мамедовым, директором сельской школы села Куропаткино Мартунинского района. Возглавляемая им банда совершила зверское убийство восьмилетнего мальчика Нельсона Мавсисяна. Судопроизводство было начато в марте 1967 года. В ходе следствия были собраны все доказательства. Преступление было очевидным, и несмотря на угрозы свидетелям со стороны родственников обвинения и попытки подкупа суда, никто не сомневался, что высшая мера – расстрел – неизбежна. Жестокое убийство на национальной почве не имело альтернативы наказания в СССР. По окончании следствия было назначено открытое судебное заседание в Степанакерте. По какой-то причине его решают провести в летнем зале городского парка, который в этот день забит людьми. Все с замиранием сердца ожидают решения. В этот напряженный момент судья Розаков оглашает приговор. Лишение свободы с отбыванием наказания в колониях. Ожидания людей не оправдались. Приговор не соответствовал тяжести преступления. Было очевидно, что в бакинских тюрьмах тот, кто убивает армянина, даже ребенка, считается героем. И наказание, которое вынес суд, едва ли можно назвать суровым. Родственники и односельчане убитого ребенка, услышав несправедливый приговор, впадают в неистовство. В момент конвоирования преступников завязывается потасовка между милицией и возмущенными гражданами. Первым ненадолго удается вырвать преступников из рук разъяренных людей. Но толпа прорывает оцепление, опрокидывает и поджигает автомобиль, в котором убийцы сгорают заживо. МВД Азербайджанской ССР арестовало около 60 человек, в том числе и тех, кто не имел отношения к расправе над убийцами. Их заключили в тюрьмы Баку и других городов. Более половины заключенных домой так и не вернулись. Об их судьбе ничего не известно и по сей день. Похороны главного убийцы, Мамедова, прошли в Баку при участии председателя Совета Министров Азербайджанской ССР Алиханова, что весьма показательно. Данный случай является лишь одним из примеров армянофобии еще до начала армянского освободительного движения в Арцахе. Подавление демографии армян за счет вывода производств с территории Арцаха, многочисленные репрессии и дискриминационная политика во всех сферах жизни также говорят не в пользу азербайджанской теории о мирной жизни армян в составе Азербайджанской ССР. В Арцахе действовала система унизительных запретов. Прежде всего в сфере культуры, образования, здравоохранения. Отметим запрет на изучение истории Армении в учебных заведениях Арцаха, ограничение гастролей театральных и концертных коллективов из Армении, обязательное утверждение в Баку, перечни армянских изданий, произведения художественной литературы, учебников, закупаемых библиотеками области. В Арцахе невозможно было смотреть телепередачи из Еревана, поскольку на строительство ретранслятора был наложен запрет. Параллельно с этим активно велась деятельность по фальсификации истории Арцаха. Ярким примером являются пропагандистские книги Ахундова, основанные на фальсифицированных архитектурных и письменных источниках. Значительную тревогу вызывали и действия азербайджанского руководства, направленные на изменение демографической ситуации в области. Если в 1959 году доля азербайджанского населения Арцаха не превышала 13%, то в 1979 году она составляла уже 22%, и этот резкий скачок объясняется отнюдь неестественными причинами. В область в массовом порядке начали направлять азербайджанцев для работы в армянских населенных пунктах, в партийных, административно-хозяйственных, правоохранительных органах, в сфере культуры, здравоохранения и так далее. Всячески поощрялось и переселение крестьян азербайджанцев в Арцах. При этом известны случаи, когда азербайджанцы на почве ненависти к армянам намеренно портили урожай. Распыляли самолетов вместо удобрения ядовитые химикаты над полями Арцаха. Журналиста, который осветил эту проблему в своей статье, привлекли в Баку к уголовной ответственности. Отсутствие необходимых учебных заведений, культурная и экономическая отсталость области и усиление дискриминации по национальному признаку также создавали условия, в которых армянская молодежь покидала территорию Арцаха. Трагическим предостережением для арцахцев могла послужить судьба Нахичеванской автономной республики, где в силу тех же обстоятельств доля армянского населения сократилась, согласно переписи 1959 года, до полутора процента. Для сравнения, к моменту образования автономии доля армянского населения составляла примерно 60%. Кульминацией антиармянской политики стали трагические события, последовавшие после народного референдума в 1987 году. Народ Арцаха никогда не отказывался от надежды воссоединиться с Арменией. И в итоге массового опроса населения под обращением в поддержку воссоединения с Арменией было собрано свыше 80 тысяч подписей. Последствиями референдума стали жестокие погромы армян в Баку, в Сумгаите, в Кировабаде и во многих других населенных пунктах. Убийства совершались с особой жестокостью и извращенностью в присутствии многих десятков, а иногда и сотен горожан азербайджанцев. Трупы погибших увозили в разные морги, что затрудняло установление точного числа жертв. Так, отец зверски убитой Лолы Авакян был в трех моргах. Тело дочери, изуродованное настолько, что опознать его удалось лишь по характерному дефекту, он обнаружил под номером 71 среди неопознанных трупов в одном из многочисленных моргов. Отец убитой был инженером химкомбината, одним из тех, кто строил Сумгаид, а его жена – педагогом, преподававшим в одной из городских школ. Позже выяснилось, что среди нападавших на квартиру Лолы Авакян были учащиеся и выпускники той самой школы, где преподавала мать убитой. Резня, организованная государством, как ответ на принятые в Степанакерте решения, касающиеся административно-территориальной принадлежности Арцаха, получила огромный отклик среди обычного азербайджанского населения, в особенности среди молодежи. Многие очевидцы событий отмечают тот факт, что молодые люди организованно нападали на армян. Одна из свидетелей, Казубенко, рассказывает. Я видела, как вытащили из нашей квартиры Аракелян Асю, а следом ее мужа Аракеляна Арташа. Бандиты, которые вошли в нашу квартиру, были вооружены прутьями, арматурами, большими ножами. Металлические прутья были одинаковой длины, как будто специально обрезанные. Кто-то из азербайджанцев-бандитов хотел ударить меня, но рядом стоящий не дал это сделать, сказав, мы русских не трогаем. Эти бандиты все абсолютно были одеты в черные, и почти все молодые. С 28-го числа наши телефоны были отключены. В контексте агрессивной армянофобии особенно показательны свидетельства рассказывающей о реакции простых азербайджанцев на разрушительные землетрясения 1988 года в Армении. Приведем воспоминания советского генерал-лейтенанта Александра Лебедя. Так, относительно спокойно, события развивались до 7 декабря. Вечером 7-го по программе «Время» было объявлено, что в Армении колоссальное землетрясение. В эту тишину внезапно ворвался какой-то звук, точнее гамма звуков, сливающихся в какой-то один, общий, торжествующий, радостный вой, все более усиливающийся. Пытаясь разобраться в природе звуков, я и со мной 5 или 6 офицеров вышли на этот балкон. На противоположной стороне улицы, наискосок от здания райсполкома, стояла большая жилая девятиэтажка. Во всех, без исключения окнах, горел свет. На всех балконах орали, визжали, улюлюкали, дико хохотали люди. Вниз летели пустые бутылки, зажженная бумага, еще какие-то предметы. Девятиэтажка не была одинокой в проявлении своего каннибальского восторга. Аналогичная картина наблюдалась во всех близлежащих домах. Район светился и иступленно, восторженно выл. Люди, считающие себя цивилизованными, в той или иной степени воспитанные и образованные, многие, надо полагать, верующие, исповедующие заповеди Корана, вот эти все люди в единодушном порыве неприлично, варварски праздновали колоссальное чужое людское горе. Далее приведем свидетельство главы строительного комплекса Армении Вардгеса Багратовича Арцруни. Советский Союз еще существовал. В зону бедствия потек поток помощи со всех концов страны. Азербайджан тоже послал железнодорожный состав с топливом. На цистернах было написано «Поздравляем с землетрясением! Желаем повторения!» Состав отослали назад, вот тогда стало ясно, что примирения не будет. Такое забыть невозможно. Чуть позже стало известно, что составы с продовольственной гуманитарной помощью, которая шла по железной дороге через Азербайджан, отгонялись на азербайджанских танцах на запасные пути. Холодильники отключались на несколько дней, и после того, как мясо и другие продукты приходили в негодность, состав отправляли в зону бедствия. Вертушки с цементом заливались водой, и после двух-трех дней отстоя отправлялись в зону бедствия. Строительное и другое оборудование, груженное на платформы, приходило в районы Армении, пострадавшее от землетрясения не только с разбитыми стеклами, но и с поломками всего, что можно было выломать – двери, окна и так далее. А затем началась полная блокада железнодорожного и автомобильного сообщения. В декабре 88-го в Армении произошло страшное землетрясение, разрушившее целые города, жертвами которого стали десятки тысяч людей. На помощь Армении пришел весь мир. Из разных стран сюда отправляли гуманитарные грузы. Грузовые поезда прибывали и из Азербайджана, но только вагоны были заполнены костылями и гвоздями для гробов. Азербайджанское общество при возникновении первых же конфликтов с армянами выбрало следующую установку – отомстить, посадить на место, уничтожить. Как азербайджанское правительство, так и непосредственно население никогда не были мирно настроены по отношению к армянам. Утверждение об обратном является лишь попыткой создать благоприятный имидж Азербайджана на мировой арене. Но азербайджанская политика ненависти оставила слишком много кровавых страниц в истории взаимодействия двух народов, чтобы говорить о мирном сосуществовании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok